Город Чита считается? Ну, за границу. Казахстан считается? Ну, в целом. Считается, считается. Я был в Беларуси, потому что меня не пустили в Казахстан. Тоже Шереметьево. Я вот очень люблю путешествовать. В целом я жить заново начал, когда начал путешествовать лет 7 назад. Я не знаю, что бы я делал без авиасейлс. Ведь это сервис для покупки дешевых авиабилетов. Ну, если серьезно, я тебя очень рекомендую. Авиасейлс? Да, конечно! Я же не налетался, блядь. Не, не, блядь, у меня вообще жизнь поменялась. Как будто появился дополнительный какой-то смысл. Знаешь, когда дохуя работаешь и понимаешь, что у тебя живет впереди отпуск и всякие... Ты мир видишь, это пиздец, он такой разный. Можно я дорасскажу эту историю, почему я не могу летать в другие страны? Я отлежал в этой наркушке, короче. Сделал работу над ошибками. Да, платить штраф нужно. Короче, вовремя и так далее. Окей. Происходит, короче, осень 21-го, потом весна 22-го. Да, вот этот тур. Я понял, что, типа, нам, русским людям уже летать, в принципе, практически никуда нельзя. У меня заканчивается загранный паспорт. И я работаю, 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 короче, появились и деньги, и штрафы все оплатил. Можно куда-то вылететь. Хотя бы в те же самые, типа, тот же самый, типа, ОАЭ, да, типа, все мне советуют, там, туда-сюда. Мне нужен загран. И, типа, осенью 22-го года меня начинают судить по поделке документов. Долго судят. Прокурор там просит, короче, мне два года лишения свободы, блядь. В колонии строгого режима, короче, прикинь. И я этим занимался. Параллельно я, типа, дам концерты. Средняя дождя, два года тюрьмы. Это звучит не очень. Я даю концерт, типа, в Пензе, лечу, блядь, на суд, улетаю в другой концерт, даю концерт, лечу опять на суд, а там же все, ну, как-то вот так вот, понял, типа, отмечаться нужно и так далее, типа, тяжелое время, очень. И это, кстати, то время, когда я познакомился с наркотой. Все. Она мне дает, короче, два месяца условно. Я такой, храните ее, Господь. Отмечался два месяца и все, прошел срок, стоит вопрос сделать загранпаспорт. Слетать хотя бы, блядь. Китай открыли. У меня в Китае жил, подумал, блин, в Харбин слетаю, вот эти улочки, ну, типа, интересно. Чтобы вам сделать загранпаспорт, нужно сначала, короче, сменить русский, а поменять русский, потому что вас порвано в стране. Угу. Зайду еще штрафовую. Ёб твою мать. Хорошо, я пройду этот квест. Я делаю русский паспорт. Так просто сделать его не получается. Не знаю, по каким причинам. Приходится находить человека, который сделает тебе, короче, за небольшой подгон. Типа, быстро и так далее. Потому что мне нужен был загранпаспорт. Я реально хотел улететь. Я делаю русский паспорт. Все четко. Опять на загранпадаю. Нам нужна копия приговора. Я говорю, все же в базе есть. Ну, типа, зачем мне ходить с бумажками, да? Когда у нас, ну, 21 век, там все построено на госуслугах и так далее. Есть же в базе. А в базе у вас до сих пор идет процесс. Там, видимо, что-то напутали. И вы до сих пор, типа, в процессе. В процессе. Мне даже приговор не озвучили. Нам нужна копия приговора. Эта копия приговора есть только у моего одного адвоката в единичном экземпляре, блядь. Хорошо, что у него есть архивы, документы и так далее. Я такой, хорошо. Я звоню адвокату, забираю эту копию приговора. Туда-сюда, туда-сюда. У вас такая проблема? Когда вас, короче, осудили, там, туда-сюда, должен пройти год, чтобы вы могли подать на загранпаспорт. И все. У меня... Тебе это какой-то испытательный срок? Ну, я не знаю, что это. Ну, типа, наверное. Пиздец. Ну, типа, условно, мне ждали два месяца, а в итоге должен пройти год. Получается, я только в феврале могу подать на загранпаспорт. И я в этот момент, короче, такой, да, пошло все в пиздец. Все, и я закончился. Я летать больше, ну, типа, куда-то в другие страны, я в роты, ебать, испытывать вот эту хуйню. Не хочу. В Армению, в Грузию, по-моему. В Казахстан можно по русскому паспорту. В Тбилиси, must have. Потрясающий город. Охуительные люди. Очень красиво, супер вкусно. Все есть. Очень рекомендую. Точно все есть? Ну, не знаю, но по моей части все есть. Спортзал, пиздец, бассейн, аквапарк, аэробика, лечебная гимнастика. Вот все, что так я люблю. Обожаю эту новогоднюю суету. Суета. Да, когда нужно ждать? Вчера. Это нужно было сделать вчера. Давай, жду. Алло. Нет, сегодня я не могу. Давай, давай никогда. Вроде все сделал. Эльдар, а подарки ты купил? Подарки. Опять это новогодняя суета. Зачем суетиться? Можно просто на Флау Вау закупиться. И правда. Зачем суетиться при выборе новогодних подарков, если есть маркетплейс Флау Вау, на котором легко подобрать все самое классное для своих любимых. Тут есть цветы, сладости, авторские украшения, хендмейт и прочие уютные вещи, сделанные с любовью. И эту любовь Флау Вау может доставить от 30 минут и в тысячи городов по всему миру. Скачивайте приложение Флау Вау по ссылке в описании, пользуйтесь моим промокодом Любовь Ильдара и получите скидку 15% на свой первый заказ и порадуйте своих близких классными подарками без лишней суеты. Ну, хочу, короче, я посмотрел сериал, смотрел, казахстанский... Шекеры? Шекеры. Да-да-да. Он же, кстати, давно, в 20-м начал выходить, в 21-м закончился. Я сейчас его посмотрел, про... Ну, не подкасте высказано, короче, про современную, короче, наркоиндустрию. И что-то я посмотрел на пейзажи, вот эти, знаешь, а я же тоже из степей, типа, с Кызыла, с Тувы. Я такой, бля, ну, в принципе, я, наверное, на новогоднюю, типа, в Казахстан сидишь. Слушай, и в Казахстане есть просто огромное количество клёвых мест. В России их сколько, у нас не очень развит туризм, но я в этом году слетал в Дагестан, я влюбился в Дагестан, я хочу себе там домик где-нибудь, там, в двух часах езды от Махачкалы, например. Это пи***ц. Я думаю, как бы, какой-нибудь год я устрою себе путешествие именно по...